Каждый год в разгар сезона тихой охоты отмечается рост случаев отравления грибами. Каждый любитель этого лакомства в зоне риска. И даже если кажется, что опасности нет, зачастую причиной отравления оказывается именно нарушение технологии приготовления. Так как свежие грибы – продукт скоропортящийся, после сбора их необходимо как можно быстрее подвергать сортировке и обработке. Отваривать грибы следует дважды, не менее 30 минут каждый раз, после чего промывать проточной водой. Затем можно готовить блюда из грибов. Ни в коем случае не следует пробовать сырые грибы на вкус. А связано это с тем, что, как известно, многие грибы усваивают радиоактивные вещества, особенно цезия, а также кадми, ртуть, свинец и другие тяжелые металлы из почвы. Каждую партию собранных или купленных на рынке грибов можно сдать на анализ в лабораторию, где они проверяются на опасные вещества и нитраты. В текущем году в Брестской области зарегистрировано 6 случаев с 9 пострадавшими, что практически на уровне аналогичного периода прошлого года. Среди пострадавших отсутствуют дети, однако один случай с летальным исходом. Жительница города Каменца употребляла в пищу жареные грибы – сыроежки, приготовленные в домашних условиях. Среди грибов оказался несъедобный гриб, предположительно бледная поганка. Ввиду того, что в нашей области имеются территории, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, рекомендуется сбор грибов осуществлять в чистых лесных угодьях. Данную информацию можно получить в местных лесхозах. Если у вас все же возникают сомнения, то собранные грибы можно бесплатно исследовать на содержание радионуклидов при обращении в территориальный центр гигиены и эпидемиологии. Есть и такая категория граждан, которым запреты нипочем. Есть случаи, когда люди умышленно употребляют мухоморы, наделяя эти ядовитые грибы несуществующими полезными свойствами, а также для получения острых ощущений. Это три случая с пятью пострадавшими. А ведь даже съедобный гриб является очень тяжелой пищей и плохо усваивается. Грибы – достаточно сложный усваиваемый продукт, поэтому не рекомендуется употреблять грибы детям раннего возраста. Необходимо исключать грибы из рациона питания людей с хроническими заболеваниями желудка, печени и других органов пищеварения, так как они могут вызывать обострение данных заболеваний. Также не следует употреблять грибы на ночь, особенно с алкоголем, так как это значительная нагрузка на пищеварительную систему. Консервированные грибочки – обычное блюдо на семейных застольях. Вот только каким путем они туда попадают? В Центре гигиены и эпидемиологии общественного здоровья еще раз напомнили, что покупать грибы с рук и в непроверенных местах запрещено. Конечно, если вы дорожите своим здоровьем. Недопустимой является покупка с рук консервированных грибов домашнего приготовления. Свежие же грибы не стоит приобретать в нерынках у случайных лиц, торгующих в местах неустановленной торговли. Риск вовсе не оправдан. Даже если вы на 100% уверены в съедобности грибов, то узнать, где они были собраны и каким образом проводилась консервация практически невозможно. Если вы почувствовали первые признаки ухудшения состояния здоровья после употребления грибов – тошноту, повышение температуры, слабость, головные боли – необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. И чем раньше, тем больше шансов на благоприятный исход. Субтитры создавал DimaTorzok